Друзья, приветствую вас на канале Елена Мирсимяна цветов. В июне некоторые растения, которые уже отцвели, необходимо обрезать, чтобы они выглядели эстетично в цветнике, и завязывание семян не отнимало у них лишних сил. В этом видео расскажу, какие растения нужно обрезать в июне и в начале июля. Сирень нас радует цветением в мае. Без надлежащего ухода она теряет свою красоту и декоративность. В июне срезают сухие соцветия. Также необходимо в это время удалить ненужную поросль, загущающую куст. Формирующую обрезку лучше отложить на осень или на следующую весну. Флокс растопыренный является прекрасным украшением клумб, цветников и альпийских горок. Украшает клумбы из весеннецветущих растений, цветет в мае. Очень эффектно смотрится посаженной группами по несколько штук. Красиво смотрится под деревьями и возле водоемов. Недостатком растопыренного флокса является то, что после цветения он теряет свою декоративность. Появляются сухие мелкие цветоносы. Куртинки редеют. В этот момент необходимо срезать отсветшие побеги. И не забывать поливать кустики, так как у него корневая система поверхностная и он плохо переносит долгую засуху. К концу июля он восстанавливается и образуются пышные кустики. Чтобы в период восстановления растопыренного флокса клумбы выглядели ухоженно, стоит к нему подсадить другие декоративные растения, которые в начале лета закроют его своей листвой. Как только цветки пионов начинают осыпаться, их необходимо сразу срезать до самого первого верхнего листа. Во-первых, кусты пионов в таком виде сильно портят вид цветника. Во-вторых, сформировавшиеся коробочки с семенами отнимают у куста силы и питательные вещества. Листву, если она зеленая и без признаков заболеваний, не трогают до осени. Так как в зеленых листях идут процессы фотосинтеза, корни накапливают питательные вещества для того, чтобы обильно зацвести в следующем году. Если срезать всю надземную часть летом, то в следующем году он может плохо зацвести и даже погибнуть. Срезать можно только больные или поврежденные стебли. Остальное нужно оставить. Здоровая листва пионов будет эстетично смотреться даже без цветов, все лето до осени. В конце июня наступает момент, когда ирисы начинают отцветать. Такие цветоносы следует сразу выломать из куста. Не стоит его срезать инструментами, так как через них есть возможность перенести различные заболевания от одного растения к другому. Листву пока не нужно трогать, ее можно будет срезать в июле. После выломки цветоносов кусты ирисов хорошо проветриваются, деленки укрепляются и нарастают. Почвопокровные многолетники, такие как абриета и арабис, неприхотливые растения, которые часто используют в ландшафтном дизайне. Они прекрасно сочетаются на альпийских горках, используются в качестве бордюров, вдоль дорожек. После цветения кустики нуждаются в формирующей обрезке, а также нужно срезать некрасивые торчащие в разные стороны тонкие стручки с семенами. Если есть желание оставить семена для посева, то стручки можно срезать и оставить сушиться в сухом месте. Сами кустики нужно подрезать, чтобы они имели компактный зеленый вид. Очаровательные аквилегии считаются одними из самых многофункциональных растений в садовом дизайне. Они незаменимы в тенистых уголках сада, в уходе неприхотливы и выносливы. После цветения образуются семенные коробочки и вид растения портится. В этот период нужно срезать все цветоносы, если вы не собираетесь сеять семена. Так как если останутся семенные коробочки, то весной отовсюду начнут прорастать сеянцы. Листва аквилегии остается декоративной в течение всего лета до осени. Брунеру садоводы ценят за пестрые декоративные листья, а также она цветет очень красиво голубыми цветками, которые появляются самые первые. А затем вырастают листья. Они источают приятный аромат. Брунера в уходе неприхотлива. Главное подобрать сорта, подходящие к вашим условиям произрастания. Цветет брунера около 20 дней, после чего образуются сухие пожухлые соцветия, которые портят вид куста. Поэтому их лучше сразу срезать. Листва брунеры декоративны до самой осени. Многие сорта брунер завязывают семена. В моем саду есть несколько сеянцев, которые выросли из семян. Они в точности похожи на материнские кусты. Купальницу часто можно встретить в российских садах. Это очень благодарный цветок. Неприхотлива, морозостойка и всегда обильно и ярко цветет. Она с легкостью может разнообразить любой цветник и оживить садовый участок. Благодаря большому разнообразию сортов можно подобрать подходящий цветок для композиций из разных растений. Этот цветок декоративен на протяжении всего лета. Резная красивая листва декоративна до самой осени. Цветет купальница в мае, а в июне образуются сухие черные коробочки с семенами, которые портят весь вид растения. Поэтому после цветения следует удалять все цветоноса. Те садоводы, кто выращивает злаки, а в частности овсяницу сизую, знакомы с ее обильным самосевом, которое она дает благодаря завязыванию большого количества семян в июне. Поэтому, когда образуются метелки, их необходимо удалить. Овсяница относится к засухоустойчивым растениям, легко переносит за сушливую и жаркую погоду. Недостатком растений является необходимость пересаживания раза в 2-3 года, для того, чтобы омолодить кустики, так как со временем середина засыхает и отмирает, цвет листвы тускнеет. После пересадки значительно улучшается ее состояние и декоративный вид. Листва становятся насыщенно голубого цвета. А также после омоложения деленок им не страшны сильные морозы, так как они становятся более устойчивы к холодам. Поэтому, если у вас растет это растение и кустикам уже более 3 лет, то стоит поделить куртинки в августе или следующей весной. Дороником – это майский цветок, самое неприхотливое растение, которое растет на любой садовой почве. Хорошо растет в притенении на солнечном месте, относительно засухоустойчив. Успешно зимует в условиях средней полосы России. Цветет в мае в течение месяца, затем листья начинают отмирать и остаются невзрачные цветоносы, которые выглядят некрасиво. Если в семенах нет необходимости, то их нужно срезать, чтобы не допустить самосева. Примула японская отличается от других видов благодаря уникальной форме соцветий и позднему цветению. Зацветает в начале июня. Цветки оригинальные, собраны ярусами на цветоносе. После цветения в июне образуются коробочки с семенами. Она легко размножается самосевом, поэтому цветоноса лучше удалить. Анимона лесная в мае радует своим обильным цветением. За три года она разрастается в красивый белоснежный ковер. Прекрасно смотрится в миксбордерах, ракариях, соседстве с кустарниками и другими первоцветами. Хорошо растет под деревьями. Цветет анимона лесная в конце мая, начале июня, в течение 25 дней. Высоту растения около 25 см. Цветки крупные, до 5 см в диаметре. После цветения образуются головки с мелкими семенами, которые потом с легкостью разлетаются в разные стороны и прорастают следующей весной. Таким образом она отвоевывает новые территории на участке. Чтобы анимона не размножалась в большом количестве, после цветения нужно срезать головки с семенами. Кровила ценится за неприхотливость и яркое цветение. Рост в уходе и легко размножается делением куста и семенным способом. Различные сорта гравилаты используют для создания клумб, альпийских горок и робаток. Цветет гравилат в зависимости от сорта с мая по июль и с августа по сентябрь. После цветения образуется плод с семенами. Его можно оставить до созревания и потом собрать свои семена для посева. Если же семена не нужны, то стоит удалить все цветоносы с куста, чтобы растение не тратило силы на их возревание. Листво обрезать нельзя до осени. Прострел в саду выглядит очень нежно и изящно. Это универсальное растение, которое сочетается со многими низкорослыми многолетниками, а также весенне цветущими луковичными. Красиво смотрится посаженный возле кустарников и под деревьями. Украсят садовые дорожки. Если в вашем саду растет всего один прострел, а хочется рассадить его в разных местах сада, то оптимально будет вырастить его из семян, так как взрослые растения плохо переносят пересадку. Сейчас самое время заняться его размножением, так как в июне созревают семена. Для этого нужно срезать цветоносы и собрать семена. Их можно сразу же посеять в грунт. Лучше разложить семена поверхностно на почву и немного их прижать, затем увлажнить и следить, чтобы грунт не пересыхал. Семена прорастают долго, в течение месяца, при температуре плюс 20 градусов. Некоторые сеницы смогут зацвести уже в следующем году. У прострела очень красивая резная листва, которая декоративна до самой осени. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подпишитесь на канал и мой инстаграм, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok